Нет, ну здесь же, извините, теория загора, прямо, 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 вот так, российские силы собрались и решили Европу от российского как газа, так и дизеля избавиться. Ну, кто такой независимый сектор, вы знаете, прекрасно. Ну да, независимый, потому что от него, к сожалению, ничего не зависит. Куда вы приезжаете, выключаете, выключаете свой аккумулятор, заправляете бензином и кайфовать там ухлопной трубы с каминами. Так, дорогие друзья, мы начинаем наш очередной нефтегазовый завтрак. В этом году он у нас последний, ноябрьский завтрак. Как вы знаете, мы в декабре обычно завтрак трансформируем в такой рождественский нефтегазовый ужин. Пока не знаем, где мы будем, но что-нибудь придумаем, как всегда. У нас сегодня разговор пойдет о моторных топливах. Мы попробуем посмотреть на тенденцию, связанную с изменением рынка потребления этих топлив различными двигателями, движителями, в первую очередь. И, соответственно, сравним, что сегодня происходит с бензиновым и дизелем, как таких исторических традиционных видов топлива для двигателя внутреннего сгорания. И сравним с альтернативными видами топлива, как углеводородными, в первую очередь, газ, в двух его проявлениях, которые используются на двигателях внутреннего сгорания, так и на совершенно неуглеводородных вариантах приведения в движение различных механизмов. У нас сегодня основной докладчик, который, в первую очередь, связан с традиционными видами топлива, это Павел Баженов. Очень приятно. Директор, я так понимаю, независимого, 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 независимого ассоциации, да? Независимого отечественного нефтетрайдера, да. Да. И, Павел, значит, вот хотелось бы от вас ваш взгляд услышать и увидеть вашими глазами, точнее, что сегодня происходит на рынке топлив, но не в каком-то сиюминутном моменте, да, вот там подорожало на 2 рубля, упало на 2 рубля, а как меняется структура потребления вообще и в России, и за рубежом. Мы же видим, что повсеместно идет внедрение газа, так сказать, в Америке строятся водородные заправки, появились электрические автомобили, причем они стали уже массового производства. Как это влияет и на изготовление неокры двигателей внутреннего сгорания, соответственно, работающие на бензине и дизельке? И, как вы видите, на достаточно долгий период, но тем не менее, который можно прогнозировать, допустим, 10 лет, что вы чувствуете, будет происходить с бензином и дизельным топливом? Стоит ли опасаться нефтегазовым компаниям, добывающим, что, собственно, основной потребитель, это автомобилист, и будет исчезать из списка его потребителей, и им придется думать, а что же, собственно, делать, и вообще нужно ли углеводородное моторное топливо, получаемое из нефтепродуктов? Пожалуйста, вам слово. Хорошо, Кирилл, спасибо. Во-первых, здравствуйте все, еще раз представлюсь, зовут меня Баженов Павел, я являюсь председателем Совета некоммерческого партнерства «Независимые отечественные нефтетрайдеры». Это общественная организация, объединяющая в большей степени владельцев независимых АЗС, нефтебаз независимых, то есть именно независимый сектор, подчеркиваю. Ну, кто такой независимый сектор, вы знаете прекрасно. Ну, да, независимый, потому что от него, к сожалению, ничего не зависит. Вот, спасибо за приглашение, очень рад присутствовать здесь, надеюсь, что буду интересен и полезен. Во-первых, хотел бы сказать, что скорее, достаточно обоснованно и грамотно я могу судить о российском внутреннем рынке, то есть мировые тенденции, да, безусловно, как бы, род деятельности заставляет в них тоже ориентироваться, примерно там, держать нос по ветру, но, тем не менее, в большей степени наш приоритет – это внутренний рынок Российской Федерации. То есть вот по традиционным видам топлива я, наверное, сказал бы, да, вот эти вот несколько рэперных моментов. То есть первое – это присадки в виде спиртов, это, да, определенная перспектива, как, ну, некий, там, альтернативный шаг. Второе – это переход все-таки потребительского сегмента и мотивация со стороны государства на развитие дизельного транспорта, именно потребительского дизельного транспорта. Ну, это, наверное, верный и правильный вектор, к которому стоит стремиться. Просто, во-первых, потому что у нас профицит по дизельному топливу, а бензин еще, там, года два будет точно дефицитен. Дефицитен. Ну, да, да, то есть бензин сейчас дефицитный у нас каждый сезон, там, вас плачут, мы, бедолаги, не так, к сожалению, научились прогнозировать реальное потребление. Хотя, секрет открою, АЗСки работают, ну, как сам, как в недалеком прошлом владелец АЗС, вот, можно с точностью до бензовоза свое потребление, там, по месяцу спрогнозировать. И если там рядом с тобой какая-нибудь заправка ВИНГ не построилась или не закрылась, что лучше, никаких там резких скачков и существенных изменений нет. И, конечно, вот эти заявления, ну, мы не научились прогнозировать и прочее, но они выглядят по меньшей мере, вызывают улыбку, я бы, да. Год, полтора года назад была такая обозначена тенденция, что российский дизель вместе с американским дизелем, в общем-то, там, если не монополизировали рынок Европы, то его сильно деформировали. Российские компании нарастили производство высококачественного дизеля, который весь плынул в Европу. Ну, а американская нефтепереработка, она самая эффективная в мире, она везде сейчас проявляет себя. И вот такая тенденция. Я просто обозначу точки. Буквально после этого, после того, как я это узнал, не потому, что это после того, как это случилось, появляется раз за разом информация, что город Париж отказывается от дизеля там с какого-то 3000 года, вся Франция отказывается от дизеля. Тот же скандал с дизельными, этими сами, Volkswagen. Какой-то накат на дизель, вот какой-то такой глобальный. При этом, ну, почему Россия не на дизеле, тоже отдельный вопрос, тоже непонятный. Вот у меня 20 лет назад примерно, или там, около того, сосед купил дизельное Volvo, бывушное. Оно у него всю зиму простояло под окнами, потому что он ее не мог завести. Он один раз этот дизель замерз, и все. Паяльные лампы тогда использовались только на МКАДе, тогда стояли эти фуры, и под ними костры горели, если видели такие картины. Это было довольно распространено. Это вот наш дизель такой был. Вроде бы как сейчас он уже не такой, но может быть, это просто у народа осталось впечатление, что что-то с дизелем не так, оно и вынадь. Слышал я, что на северах раньше машины вообще зимой не глушили. Они всю зиму работали, не дай бог, если заглопал, то ее не заведешь. Поэтому то, что в северном стране с дизелем есть какое-то предубеждение, это понятно. Но вот эта вот глобальная тенденция. Ну что, не знали, что экологические особенности дизеля таковы, что там больше этих самых нитратов вредных выделяется, да? Вдруг все сообразили, забыли о парниковом эффекте, вспомнили о других экстрамляющих каких-то веществах. Что происходит? Вот ваши просто впечатления вообще. Вообще на глобальном этом рынке по отношению к дизелю. Еще, ну так известно, опять же, прогнозируя такой мировой спрос употребления разных топлив компаний, мировые, в том числе те же самые американские, они смотрят на прогнозы Международного валютного фонда и так далее, развитие мировой экономики. Если промышленное производство собирается расти, то они собираются наращивать производство дизеля, потому что дизель считается по миру все это промышленным топливом. А если как бы частное потребление где-то планируется к росту, то, соответственно, наоборот, тогда в пользу бензина. Что сейчас изменилось? Почему вот такое впечатление, что какая-то точка бифлюстрации по отношению к распределению этих самых топлив в мировом масштабе, ну и место России в этом процессе? Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, во-первых, я уже сказал, что я в большей степени на российский рынок, поэтому, скорее, сейчас будут какие-то размышления, рассуждения. Я там не могу здесь претендовать на какую-то объективность. Нет, ну здесь же, извините, теорию Загора прямо на российские силы собрались, решили Европу от российского как газа, так и дизеля избавиться. Посмотрите, по поводу, значит, сначала начнем, по поводу дизельного топлива. Значит, что у нас было сказано, как есть комментария? Ну, во-первых, климатически, основная причина отсутствия дизельного топлива на транспорте размера с УАЗик или Пуханку, это, конечно, климатически, если выложите внимание, то на аналогичных виде транспорта, аналогичная дизлоподъемность в Канаде и Соединенных Штатов всех городов на Аляске, у вас представлено, в основном, рёжу, только для себя удивительно. То есть, если мы говорим о Техасе, там можно применять, но только если мы говорим о Аляске, в Канаде, там дизельный, то, что не то. Хотя он, безусловно, живёт проще. У нас та же самая проблема. Если вы посмотрите на статистику продаж, например, Тайд Ван Круверк, есть Эль Прадо, Сибири, вы обратите внимание, что там дизель практически не продается, там новая машина. Там, в обороте, находится бензиновая машина этого класса. А эта машина, сами понимаете, это бензиновая машина. Почему? Ну, потому что люди не хотят рисковать жизни. Потому что, когда ты на зимнике находишься 500 вперёд, 500 назад, у тебя, вероятность того, что дизель у тебя откажет, на морозе минус 45, а уже высоко. Мало того. Значит, что касается качества топлива, тоже было, грубо сказано. Как известно, в России кастировалось, в официальном сайте, три вида топлива – это летнее, зимнее – это 35, Арктика – это 60, 50, 50, 100, 100. Значит, переход от минус 35 до минус 45 в Бурятии – это вопрос пяти часов. Как только это происходит, вы, опять-таки, остаётесь один на один с зажигаемым по крышке. Вот, это ненадолго. Поэтому, конечно, предпочитают использовать бензиновый двигатель, и именно в этом было условно, например, создание жутко неэффективного мотора и автомобиля «Урал» в свое время в Советском Союзе, который ездил просто в втором месяце. Если помните, какой-то 4-62-й, напомните, это был основной армейский грузовец для подобных условий полагации. То есть, здесь вопрос климатический. Что касается снабжения, опять-таки, логистикой, то есть, не очень понятно, когда на заправку можно завести только простой зимний, а потом, соответственно, можно поменять его срочно на Арктику. Так не бывает. Достаточно запаса Арктики на этой базе тоже не напасешься. И его производит некоторое ограниченное количество на заводах, ну, по потребностям. А предусматривать на эти базы отдельное хранение арктического топлива, наступление в таких экстремальных ситуациях, ну, это тоже не всегда эффективно, потому что часто бывает в той же Сибири расстояние от нефтебазной заправки до 800 километров. Соответственно, если у вас не выторговалось еще зимний автомобиль, то куда вы привезете и куда вы саливаете арктическое, какую емкость. Поэтому шутки с дизелем, они плохие, как его справедливо отмечено, если дружный транспорт, его просто не душат. Все работает круглосуточно. Для легкового автомобиля, для частного потребителя, который не душат в тупые сутки, ну, собственно говоря, и топливная эффективность дизеля относится к дизелям, то есть уже падает. Экономической целесообразности нет никакой. Что касается газовых вопросов, ну, то же самое, холодный пуск, то есть без бензина мы с вами газовый мотор не заведем, вот, даже самые прогрессивные конструкции, которые к нам попадали из, не помню, поворотных автомобилей Хонда, которые я точно знаю, сделаны на заводе газовой заправки. И это был очень интересный эксперимент, но в России с ее автоматическими условиями, при отсутствии бензобак у этого автомобиля, в принципе, просто не ездили. Вот, были Хонды Севик такие, а на вторичном рынке они довольно хорошо были представлены. Несколько не из этого. Вот. А что касается развития газовых заправок, тоже было сказано в соответствии с постановлением, даже указано, что у газовых резидентов этот вопрос прорабатывался, но мы должны понимать, что обычная традиционная заправочная станция, это не является промышленно опасным объектом, взрывоопасным объектом, пожароопасным объектом, пожароопасным объектом. Вот. И не требует дополнительно лицензирования. А соответственно, строительство газовой станции, как тоже было отмечено, так и вскользко, да, это пожароопасным объектом. В наше неспокойное время это еще и объект возделения различных людей, которые хотят максимально сплотить жизнь. Заключенные в Россию организации. Вот. ИГИЛ опасный объект. Да. Совершенно верно. ИГИЛ опасный объект. Совершенно верно. Потому что, да, на 90-е годы при развитии частного предпринимательства было очень, особенно развито, когда стоял просто полуприцеп, с которым торговали из-за жизни. Ну, сами понимаете, это никуда не будет. Но если мы развиваем альтернативную энергетику, атомные станции, приливные, ветра, и мы это развиваем успешно и добиваемся очень дешевого электричества, получения очень дешевого электричества, то, на мой взгляд, вот в этой ситуации переход и на водород в отдельных местах, да, с учетом того, что страна большая и не везде мы можем рассчитывать на, так сказать, на электрификацию, но и в том числе на электричество в городах, на оживленных трассах, мне представляется и видится, как такой вектор, с которого свернуть на самом деле невозможно. Как бы сейчас ни нефтяники, ни газовики не думали, что они на достаточно долгий период. Я думаю, что при нашей жизни мы увидим упадок углеводородных моторных топов. Упадок не до такой степени, что вообще уже при нашей жизни этого не будет, но скорее всего это будут уже, так сказать, раритетные автомобили, которые, как сегодня там ищут запчасти к там зимам, так и будут искать бензин по отдельным там заправкам полуподпольным существующим где-то на окраинах Москвы в районе Химкинского тормозного газа, нельзя ли вы. Туда будут приезжать. Туда будут приезжать. Туда будут приезжать, выключать, выключать свой аккумулятор, заправлять за бензином и кайфовать там у охлажденной трубы вспоминая. Запах. Запах. Так и вот будут, наверное, лет через 25-30 подпольные бензоавтомобилисты, так и существовать, вот, и они будут рассказывать своим уже внукам, что вот есть, были такие, такие виды моторного топлива. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем большое за то, что поучаствовал в таком, на самом деле, интересном завтраке. У нас была первая попытка отскайпиться, она была, может, не очень удачная, но попробуем ее как-то улучшить в следующий раз, если кто-то у нас будет дистанционно участвовать. Спасибо. По поводу того, как мы будем встречаться в декабре, мы еще придумаем и напишем, ну а так мы каждый месяц будем видеться. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.